Привет! Я Дарья Зыкова и мне нравится ходить по музеям. Предлагаю виртуально окунуться в искусство вместе со мной. Сегодня мы отправимся в музей Белведер в Виене. Музей Белведер в Виенна – это знаменитый художественный музей, расположенный в дворцовом комплексе Белведер. Этот дворец был построен в стиле барокко в конце XVII века и является одной из самых известных исторических достопримечательностей Вены. Музей Белведер разделен на два основных здания – верхний и нижний Белведер. Оба здания представляют собой произведения искусства архитектуры и внутреннего оформления. В верхнем Белведер находится коллекции европейской живописи и скульптуры, начиная с средних веков и заканчивая современностью. Здесь можно увидеть произведения таких известных художников, как Густав Климт, Эган Шиле и Казимир Малевич. Особенно известен верхний Белведер своей коллекции произведений Климта, включая знаменитый портрет «Поцелуй». Собственно, в погоне за Климтом мы отправились именно туда. Густав Климт – визитная карточка Австрии, один из важнейших представителей символизма и модерна в искусстве. Он стал известным своим уникальным стилем, который объединял символизм, арт-нуво и различные стилистические элементы, создавая произведения, которые олицетворяли собой инновацию и экспрессию. Он был одним из основателей венской сецессии – Винер Сесессион, ассоциации художников, которая выступала за новаторские искусственные направления. Климт считается одним из наиболее выдающихся членов этой группы и активно участвовал в формировании ее идеалов. Больше фактов об этом сообществе находится в музее Леопольд, который мы тоже не обойдем вниманием. Его работы разбросаны по музеям Виены. Музей Леопольд, Альбертино, Национальный музей и Сецессион. Помимо Климта, обратила внимание на работы Клода Мане. Безумно красивая картина «Дорожка в саду Мане» в Дживерни и картина повара. Много работ австрийского художника Эгона Шиле. Он интересен тем, что начал использовать инновационный стиль и видение искусства. Его работы на любителя, но честно в них что-то есть, наверное, потому что написаны в паровокационной манере. Также в музее Леопольд ему посвящен не один зал. Вслед за Шиле идет нога в ногу Оскар Кокочка. Мне даже кажется, они чем-то похожи. Они стремились выразить эмоции и внутренний мир человека через свои произведения, часто изображая человеческую фигуру в необычных и интригующих позах. Отмечу работу австрийского мастера Фриденс Райхундерт-Вассер и работу Лорис Коррент. А также хочу отметить художницу Олга Вайзингер-Флориан. Если вам нужна более детальная экскурсия, не стесняйтесь писать в личные сообщения. Благодарю за ваше внимание. И не забывайте оставить лайк.